Хлопцы, ну сейчас самое наиважшее для тех, кто хочет активных действий, это сохранить лагерь во время всеобщей спячки, во время, когда многие люди, которые протестовали, многие люди, которые просто жили, сейчас со своими семьями пытаются найти немножко времени, отметить света. Поэтому за это время у нас много чего изменилось в лучшую сторону, стала сильнее и лучше организация, мы нарастили себе организационные мускулы, есть уже график мероприятий и на сичень, и на лютый, есть уже понимание, что и как мы будем делать. Поэтому для всех тех, кто хочет активных действий, используйте это время, чтобы побольше выспаться, потому что потом начнутся стандартные жалобы, ой, я не досыпаю, ой, дайте мне отдохнуть. Поэтому те, кто был на фронте, это знают, тем, кто был на Майдане, знают тоже. Нищем службу, высыпаемся, ездим на ротацию, как только народ выходит с новогодних и рождественских свят, занимаемся вплотную, мягким горлом коррупционеров. Тут все доброе. Значит, продолжают они себя закапывать в могилу сами, и я уже в последний раз публично пообещал, что ничего не буду делать, когда их начнут вешать на крещатике, буду выражать глубокую озабоченность. С этим процессом, потому что предатели, коррупционеры, люди, которые плюют на украинские законы, я думаю, что не заслуживают повторения той истории, что была на Майдане. Когда куча умных людей кричала о том, что будет у нас украинское правосудие, кричала о том, что не трогайте их, ну, больше кричать никто не будет. Это по-перше, по-друге. Наши товарищи в Мариуполе незаконно хаммер, находящийся в СИЗО больше суток, его суд отпустил под домашний арест, наконец-таки приехал под домашний арест в квартиру. Это уже еще один шаг к освобождению. Волонтеры мариупольские помогают с тарелками, ложками, подтягивают продукты. Думаю, что до 22-го будем вытаскивать бека. Продолжая себя закапывать, Порошенко и компания, приведу такой случай. Ну, первый, вы знаете, по убийству человека-адвоката, который боролась с произволом, из которого так и торчат уши массы сотрудников так званых правоохранительных органов. Масса людей из-за того, что не расследуется все это, из-за того, что своим цинизмом и наглостью все эти случаи переходят все границы, понимают, что отсидеться не получится. Это все приближает момент нашей победы, которая очень зависит от понимания людей, в какой заднице мы сейчас находимся. Сегодня очередная история, которая еще одну лопату земли в могилу предателей и мародеров кидает. Вспоминайте события 16 квитня 2013 року, когда в Краматорске была блокирована колонна Сбройных сил Украины, когда сторонники русского мира детей совали под колеса, кричали, что не дадим вам разгонять сепаратистов. Местная милиция забирала оружие у сотрудников и участвовала в том числе в блокировании этой колонны. Тогда я помню, что Батон Донбасс уже разрабатывал планы, каким образом разоружать блокпосты сепаратистов. Оружие нам не давали, приходилось это делать с голыми руками. Не давал ни тогдашний губернатор Донецкой области Покедёк по фамилии Тарута. Тогда же масса полиции, тогда милиции абсолютно никакой помощи нам не оказывала, а оказывала помощи Гиркину и компании. Так вот, вы эту всю историю, я думаю, помните с блокированием колонн. Так вот, сообщаю, что, несмотря на то, что всё доказано, и начальник роматорской милиции лично принимал участие в блокировании колонны, вместе с женщинами-плакальщицами, которые под головные машины колонны детей клали, судебная коллегия признала его невиновным и оправдала. Справа услухали коллегия судьев у склада Виктора Ежова, переведённый из Макеевки судья, который имеет майнотную нерухомость на оккупованной боевиками территории ДНР. Наталья Корикян, зарегистрованная в месте Снежная Донецкой области, доси владеет двумя квартирами на оккупованной территории. Та Светланы Солойчук. Эти же особы слушают справу ещё одного невиноватого, бывшего мэра Славянска, Штепе. О чём всё это говорит? Я уже не помню, какой по счёту это пример того, кто находится сейчас у власти в стране. По-моему, тысячный, двухтысячный. По-моему, все уже люди, вменяемые, не рабы, рабам беспорезно что-то объяснять, рабам всё объяснить телевизор, поняли это. И сейчас я хочу обратиться прежде всего к воинам, которые достойно прошли фронт, которые демобилизовались и сейчас смотрят на всё это из дома, что существует три варианта всего лишь. Вариант отсидеться не получится. Вариант первый – уехать из страны. Вариант второй – поехать на место Хаммера и Бека. Это вопрос времени, потому что там ведь не только они, там тысячи людей, которые прошли фронт. И третий вариант – встать на место и рядом со всеми этими ковтунами, голубанами, шкиряками, кивами. Вариант – ничего не делать не получится. Поэтому приезжайте. Только организация, только организация патриотов может победить организацию мародёров. Только организация. Сами по себе никто ничего не сделает. И мы эту организацию создаём. Один умный человек сказал, что Бог на стороне больших батальонов. Где наш батальон расположен, все вы прекрасно знаете. Так что дело за вами, выбор за вами. Рад видеть людей, которые приехали с ротации. Ещё раз, активные люди. Ещё успеете и устать, и умается. Высыпайтесь, отсыпайтесь. Дальше будет очень активно, потому что пассивность и нынешняя ситуация в стране не предполагает. Нужно либо опустить руки, либо спасать страну. Я думаю, что для добровольцев, для майдановцев этот выбор однозначный. Он уже сделан. Слава Украине! Город, слава! Кто-то хочет еще выступить? У нас объявление. Одну хвилиточку. По такому печальному событию. Будь ласка. Да. Можливо, кто-то знает, кто-то не знает. В общем, знаю донбасовцы. На днях померли в драку Оля, которая была в наших рядах. Можливо, кто-то вспоминает, кто-то не вспоминает. Завтра восьмое утро на майдане мы будем с ней прощаться. Поэтому все, ну, я говорю, звертаюсь залоом до донбасовцев и взагалі до всех небайдужих, кто обожает на восьмое утро туда прийти и попрощаться с этой людьми с великой литрой. Хочу добавить, что не только на фронте человек себя проявил. Это одна из людей, которая оказывала медицинскую помощь еще на майдане. Да. Поэтому всех небайдужих сообщаем о том, что это все будет завтра. А сейчас скажут бойцы, которые идут на хвилину молчания. Хотел добавить, что собираемся тут не пів на восьмое, думаю, чтобы прийти туда заранее, всех желающих, как бы, запрошуем. Друзья, давайте почти людину в хвилину молчания. Дякую. Земля пухом. Герой на мораль. Герой на мораль.